Для нового наступления Россия подготовила гораздо больше сил, чем год назад. Об этом пишет издание Foreign Policy. Каких успехов могут добиться россияне, если они пойдут на это новое контрнаступление? Ну, все-таки многие проблемы, которые характеризовали их наступление в прошлом году, характеризуют их военным поведением сегодня. Их, они сейчас берут совсем небольшую часть территории по дороге в Бахмут. И это подобает их наступлению на Западном Донбассе прошлой весной. Но их результат для них в этом наступлении гораздо меньше, чем результат в том наступлении. Потому что, несмотря на то, что я уже говорил по поводу снабжения Украины западным оружием, вы гораздо лучше в оружии сегодня, чем месяца восемь тому назад. И с этими инструментами, и с вашими прекрасными военными руководителями, и с вашими мужественными солдатами, все-таки Россия не может делать большой прогресс. Но если бы наш Белый Дон понял нужду посылать вам сейчас атакам, вы остановили бы это небольшое наступление России сразу, и вы имели бы возможность начинать очень сильное контрнаступление. Но даже без этой помощи, я думаю, что будущее российское наступление не ползится успехами, или около Бахмута, или за Парижской области, или где-то на севере, если они нападают из Беларуси. А есть такая возможность, что они нападут из Беларуси? Об этом уже не говорят в последнее время. Они кричат об этом, и мы знаем, что Россия посылала туда какие-то полки, но поскольку я знаю, сейчас нет такой армии, чтобы напасть оттуда. Но они могут посылать через него завтра, послезавтра. Но на самом деле я этого не скучаю, но не ожидаю атаки оттуда этой весной. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok